Доброе время суток дорогие друзья! Меня зовут Юрий, и я приветствую вас на своем канале Лезвие Бритвы. Очередной день, очередное бритье. И сегодня у меня, так называемый паттл, дуэль. Давно не проводил я на своем канале такой формат, такие обзоры. Интересные, на мой взгляд, бритвы, интересные станки. Какие именно и что именно, кроме станков, будет сегодня у меня на обзоре. Прошу переместиться со мной вместе на первый круглый план и посмотреть все-таки, чем же я буду сегодня бриться. Первым номером будет у нас чаша от многим известной фирмы Fine. Мы можем увидеть здесь название и логотип данной фирмы. Чаша керамическая. В этой цветовой гамме, мне она больше всего нравится, красно-белая, имеет, как вы видите, довольно-таки ярко выраженные ребра. Удобно сидит в руке, когда вы держите ее вот так вот. По крайней мере, я ее так держу, и мне действительно удобно ее успевать. Очень сами Fine акцентируют внимание на вот это вот отверстие в ручке. Они выставляют это чуть ли не как решение всей своей жизни, я не знаю, или как еще это назвать или обозвать. Отверстие сделано для того, друзья мои, чтобы мы могли вешать в своей ванной комнате на гвоздик саму чашу. Ну, во-первых, у всех, я так считаю, ну, большинство ванной комнаты в керамической плитке и керамическая чаша на керамической плитке, это такое себе удовольствие. Я, по крайней мере, так думаю. Но, тем не менее, я, конечно же, не вешаю чашу ни на какой гвоздик, ни на какую стену. Стоит она у меня в тумбочке, в специальной тумбочке в ванной комнате. Чаша, как я еще раз хочу повторить, говорил, она керамическая, значит, нужно относиться к ней бережно, она может разбиться. Имеет довольно-таки широкий диаметр, но довольно небольшой размер по высоте. Поэтому, во-первых, используются небольшие помазки, и, во-вторых, нужно иметь в виду, что пена может вылазить через край, выходить через край. Поэтому решение за вами. Но, скажу честно, с маленькими помазками мне эта чаша стала нравиться. Хотя изначально я не очень был в восторге от того, что пена выходит. Ну, ничего страшного. Сейчас мне эта чаша нравится, во-первых, за свою красоту, во-вторых, за то, что она, в принципе, неплохо справляется со своей работой. Что же по мылу? Мыло у нас сегодня будет от Ariana Evans. Это Choco Cabana. Аромат ярко выраженный кофейный. Есть шоколадные ноты. Довольно вкусное мыло. Мне оно очень понравилось. Вообще, я являюсь большим поклонником и фанатом данных артизанов. Насколько я помню, это пара. Ariana Evans. Молодые люди достаточно. Что же я могу сказать о мыле? Я его уже использовал один раз. Пена у меня не вызвала никаких нареканий, никаких... Отрицательных эмоций, скажем так. Прекрасная пена получилась с данного мыла. И, конечно же, очень-очень вкусный аромат. Просто, можно сказать, бомбически. Это действительно прекрасный, крепкий кофе с шоколадом. Очень нравится мне это мыло. С удовольствием сегодня буду его использовать. Взбивать же. Как вы понимаете, я сегодня буду небольшим помазком. И я продолжаю свои тесты на бане-помазке. Сегодня у меня омега. Что могу сказать по этому помазку? Ну, очень удобная, можно сказать, барбершопная ручка. Барберовская ручка. Сделанная из дерева. Насколько я помню, это клён обработанный. Могу ошибаться, друзья мои. Я не буду утверждать вам, что это клён. Но то, что это дерево, это я знаю 100%. Что еще могу сказать? Довольно красивый помазок. Единственная проблема у него до сих пор, хотя я его уже использовал в районе 20 раз, наверное. У него до сих пор выпадают волосы. Ну, не волосы, а щетина. Посмотрите на его набивку. Он, в принципе, никак не потерял даже с этими постоянными попаданиями в своем узле. Ничего не потерял. То есть, работоспособность у него замечательная. Вполне меня устраивает. Я смирился с таким выпадением. Возможно, в ближайшем времени это закончится. Если не закончится, значит, дойдемся, когда он совсем облесеет. И купим новый. Цена довольно небольшая, поэтому все вполне терпимо. Итак, помазок от Амита. И я плавно перехожу, друзья, к сегодняшним бритвам. Их у меня сегодня две. У меня сегодня дуэль. Хочу пару слов сказать о самих бритвах. Почему я решил провести сравнительное батл, скажем так, между двумя этими бритвами. Потому что на данный момент эти бритвы являются у меня фаворитами. То есть, это мой топ. Это две бритвы, не связанные между собой. То есть, это одна бритва Double Edge, вторая Single Edge. И я даже скажу больше. Double Edge, это сланд. Это мой новый сланд. Тараса Рок. Вандерпар. Очень мне понравилась эта бритва. Правда, есть небольшие оговорки, друзья мои. Эту бритву я между обзорами успел попробовать два раза. И скажу так. Она требовательна к лезвиям. То есть, я во второй раз, когда ее использовал, поставил лезвие первый раз Persona Edison. Довольно-таки мягкие лезвия, но и достаточно острые. Очень мне нравятся эти лезвия. Они у меня шли почти на всех станках. Прекрасно выступили. Почему почти? Потому что я, друзья мои, не смог побриться этими лезвиями на Вундерпаре. Это происходило так. Я первый проход побрился Persona Edison. Второй проход побрился. И я чувствую, ну, просто агрессию. Да, теперь я понимаю, как некоторые ведшеверы утверждают, что станок довольно агрессивный. Хотя я, как вы помните, на последнем своем обзоре утверждал, что этот станок абсолютно не агрессивный. И я с лезвием Persona Edison действительно почувствовал эту непереносимую, можно сказать, агрессию. И на последний проход, на добривке я просто зарядил лезвие Permasharp. И скажу вам так. Станок поменялся, но просто диаметрально противоположно стал. Он стал снова мягким, пушистым котенком, который прекрасно бреет, который замечательно и очень мягко меня выпрел. По этому поводу я могу сделать только один вывод. Лезвие жилет, я думаю, вся линейка жилет, которая выпускается в Санкт-Петербурге, подойдет на этот станок. Потому что я уже использовал, как вы помните, жилет Silver Blue. Потом я заменил на жилет Permasharp. И также я попробовал уже жилет Platinum. Также у меня, конечно же, между обзором я обязательно проверил и Sputnik, и все остальные, всю остальную продукцию в Санкт-Петербурге. И, конечно же, мне очень интересно и другие лезвия, которые смогут заиграть на этом станке. Именно поэтому у меня сегодня лезвие Kai. Как вы знаете, лезвие довольно острое. Даже можно сказать, на некоторых станках они агрессивные. Поэтому я с интересом решил сегодня брать данное лезвие. Как вы понимаете, лезвие у меня используется сегодня первый раз. По крайней мере, Double H лезвие. Давайте поставим. Установим станок. С установкой, я хочу сказать, это один из немногих станков от Разорог, где не возникает проблем с установкой. Ну, как сказать. Когда ты закрываешь на других станках лезвие от Разорог, то, в принципе, никаких проблем нету с кривизной. Как становится лезвие, оно всегда становится прямо. Но есть проблемы с самой установкой, потому что данные пины очень часто в Разорог небольшого размера. И поэтому вставить лезвие и удержать его, пока закручиваешь ручку, довольно-таки у меня возникали некоторые проблемы с этим. На Вундербаре такого не происходит. Они прекрасно становятся, прекрасно закручиваются. И, конечно же, как... Я прошу прощения, я немножко неправильно попытался поставить. Я, конечно же, прошу прощения, друзья мои, потому что я все это смотрю, снимая через камеру. И могу делать небольшие огрехи при съемке. Ну, вы мне, я надеюсь, простите такую данную оплошность. Итак, станок Вундербар. Мы установили лезвие. И давайте отложим их в сторону. И приступим ко второму. Ко второй бритве. А сегодня, как вы многие догадались, те, кто меня смотрят, это бритва от Blackland. И это, конечно же, мой любимый Single Edge Vector, который я не повторяю, ну, не устану повторять, что данная бритва мне очень нравится. Она прекрасно бреет. Вся прелесть этих бритв, конечно же, не в самих бритвах, по большому счету, я так считаю. А за счет того, что лезвие, Single Edge лезвие, особенно данное направление, а именно Artist Club, они толще. Они, сидя в станках, более, ну, скажем так, устойчиво, весомее. И за счет этого лезвие не играет внутри станка. И бритье, ну, знаете, мне всегда оно кажется довольно мягким и довольно приятным. Итак, сегодня у нас Vector. И я беру Каи. У меня сегодня Каи. Скажу вам честно, пачки таких лезвий у меня нету. Это будет сегодня третье использование лезвий Artist Club Каи Капитан Титан Милт. Лезвие это без защитной пленки, как вы видите. Я посчитал, так как в Вундербаре у меня стоит Каи довольно острые, то ставить лезвие с защитной пленкой, ну, есть у нас Каи Капитан Титан Милт, Тач, так называемый. Там стоит защитная сетка, которая защищает неопытного, скажем так, мужчину, ветшевера, который решил побриться. Она прощает небольшие грехи в бритье. В данном случае такого не будет. И поэтому, друзья мои, я решил, что если уж проводить дуэль, то должны быть оба станка с агрессивными лезвиями. Итак, друзья мои, давайте поставим лезвие в станок. Кстати, я хочу сказать, что установка в данный станок лезвия довольно-таки проблематичная. Ну, по крайней мере, у меня. У меня не всегда получается это делать сразу. Поэтому я прошу прощения, если вдруг у меня с первого раза не получится. Мы сейчас это проверим. Вы знаете, друзья мои, по-моему, у меня все получилось с первого раза. Итак, смотрим. Извините, еще раз повторяю, я стараюсь снимать все через камеру, через видоискатель, поэтому у меня могут быть не такое информативное видео, как вы бы хотели. Поверьте мне, я стараюсь, но просто не всегда у меня получается. Итак, на мой взгляд, лезвие стало идеально ровно, но на этих станках оно всегда становится идеально ровно. Что я хочу еще сказать, друзья мои, по данным бритвам, по сегодняшней дуэли. В принципе, по бритвам я скажу вам уже после того, как побреюсь, когда мы будем подводить итоги. Но все равно пару слов я хотел бы сказать по поводу упаковки данных бритв, скажем так. Посмотрите, друзья. Конечно, станки имеют разную ценовую категорию. Этот станок в таком исполнении стоит 300 долларов. Этот станок в таком исполнении стоит 130 долларов. И я, конечно же, понимаю, что станок за 300 долларов должен иметь вот такую прекрасную, красивую коробку. Правильно? Вы согласны? Да, бесспорно. Но, друзья мои, 130 долларов – это тоже немалые деньги. И я считаю, что за 130 долларов не должен станок приходить вот-вот в таком дерматиновом кожужке. Поверьте мне, именно так он ко мне и пришел. То есть не было никакой коробки, ничего. Просто завернуто в пакет, в пупырку и прислан так. Я считаю, что это полное безобразие. То есть, конечно же, если, как вы можете сказать, любой критер, который хочет сделать свой станок более красивым, можно заказать коробки. Кстати, в России есть довольно-таки интересные мастера по дереву, краснодеревщики, как я понимаю, которые делают на заказ прекрасные коробки. И это можно сделать. Но, друзья мои, 130 долларов и термантиновый кожушок, простите меня, это выше моего понимания. Итак, с бритвой мы разобрались. Мою точку зрения вы услышали. И я хочу, друзья мои, закончить лосьоном после бритя Dytan 500. Ну, этот лосьон после бритя, по-моему, пару раз я уже использовал у себя на обзорах. Он довольно-таки вкусный. Он мне очень нравится. Это, друзья мои, лосьон от французского дома. По-моему, французского дома. Не буду брать. Элизабет Орден. Лосьон довольно вкусен на аромат. Имеет ярко выраженные цитрусовые ноты. Это, как заявляется производитель, это и апельсин, и бергамот, и даже какой-то цитрус, который я даже и не слышал. Какая-то иза, изя. Ну, короче, такой цитрус, который я не знаю. Плюс к этому они заявляют, что здесь есть и мускус, и амбра какая-то, и есть сандал. Скажу вам честно, аромат довольно насыщенный. Это не вуманам аромат, и он очень вкусен. Созвучен, я бы сказал, я даже и придумать не могу, с кем он созвучен, из всем известных автошейвов. Но аромат действительно свежий, действительно цитрусовый, с приятными такими небольшими перцовыми вкраплениями, с небольшими такими специями. Мне вот он очень понравился, и я с удовольствием сегодня буду пользоваться им после бритья. И мы с вами вместе, конечно же, посмотрим, как он поведет себя на моем лице после того, как со мной поработают два таких замечательных станка. Итак, друзья, я закончил знакомство. Я уверен, что, я надеюсь, я не уверен, я надеюсь, что вам будет интересна сегодняшняя дуэль, сегодняшний баттл. И я предлагаю вместе со мной переместиться в мою ванную комнату для дальнейшего просмотра обзора. Ну что ж, мы познакомились, так скажем, знакомство произошло. И перед тем, как сбивать пену, то есть переместиться на второй крупный план, и посмотреть, как же запьется пена сегодня у меня на обзоре, я предлагаю немного увлажнить, улучшить качество бритья, на мой взгляд, и нанести так называемый пришейф. Пришейф у меня сегодня от сенебородых, не самый мой любимый пришейф. Те, кто смотрит меня, давно знают об этом. Не нравится мне запах аромата, то есть практически отсутствие аромата и даже уход какой-то пыли. Но я решил сегодня, потому что Стас с канала Just at Hobby, ну, так его рекламирует. Может быть, я чего-то не понимаю, я сегодня решил все-таки немного дать ему еще один шанс, посмотреть. Но, друзья мои, пол-тюбика, как вы видите, пол-пузырька мной использованы. Он справляется со своей работой, я не спорю, но он не гидрофильный. Это первый минус, который мне не нравится, хоть достаточно и масляный, и, конечно же, аромат. Аромат меня просто отвращает. Но, давайте приступим. Абсолютно слегка, абсолютно слегка увлажняю кожу. И давайте не жалейте, вот прям так. Будем считать, увлажнили мою трехдневную щетину. Итак, пока моя щетина увлажняется, пока я буду за кадром мыть руки, отмывать от этой жирной субстанции, я предлагаю вам переместиться на второй крупный план и посмотреть, как же сегодня собьется одно из самых, скажем так, мною уважаемых фирм и мыло от него. Как же оно сегодня собьется? Посмотрим. Ну что ж, друзья, давайте приступим к взбиванию пены. Вы, как видите, помазок у меня уже замочен. Я его поставил минут пять, а то и десять назад на замачивание. Буду я сегодня брать мыло ножом из банки, не хочу. Данное мыло довольно мягкое, поэтому не хочу заносить сюда влагу. А вот так вот методом, посмотрите, сколько я взял, вы видите. Так вот размашиваем. Да, мыло действительно очень мягкое. Действительно. Я думаю, этого мыла мне хватит. Вполне. Для взбивания пены. И приступаем, друзья мои, непосредственно к генерации. Как видите, я не стряхивал помазок. Он напитался достаточно сильно влагой. И я приступаю. Сразу же, сразу же ведет взбивание. Посмотрите, какая генерация. Крупно-пузырчатая, конечно, но влаги достаточно много. За счет этого и пена пока имеет такую консистенцию. Ну, я надеюсь, у меня получится взбить из этого мыла довольно хорошую пену. Я очень на это надеюсь. И мы сейчас с вами увидим. Сразу хочу сказать, мыло имеет цвет не чисто белый, а с таким уходом в кофейность. Поэтому, немножко странно видеть такую пену. Конечно же, я уверен, что на ваших экранах она будет выглядеть белой. Но, имейте в виду, мне вас же, конечно, обманывать нет никакого смысла. И поэтому я заявляю вам со всей уверенностью, что мыло имеет такой цвет. Аромат стоит практически перебивает все ароматы ванной комнаты. Аромат утренний. Хотя я, друзья мои, снимаю данный обзор ночью. Но очень приятный, кофейный, с легкими нотками шоколада. Но доминирующий все-таки аромат здесь кофе. И кофе нерастворимый, а именно черный. Как мы любим, когда варим его, когда утром на всю кухню стоит данный аромат. Вот такого плана аромат сейчас у меня. Посмотрите, пена готова, пена прекрасная. У меня нет никаких нареканий к данной пене. Она уже полностью готова. И я все чаще и чаще убеждаюсь, что все-таки для хорошей пены нужно достаточно много воды. Если кто смотрит, те зрители, которые смотрят меня давно, знают, что раньше я так не взбивал пену. Я всегда старался встряхивать помазок. И только потом добавлял. Сейчас у меня немножко изменилась процедура взбивания пены. У меня сейчас помазок не встряхивается. Итак, друзья, это просто красота, на мой взгляд. Это полная чашка данной субстанции. Вкусно пахнущая, прекрасные пики, как вы видите. Нет никаких нареканий. И я с нетерпением жду, когда же я приступлю к бритью. Итак, предлагаю переместиться на более общий план для дальнейшего просмотра моего бритья. Ну что ж, друзья, пена сбилась. Знакомство произошло. Я надеюсь, моя щетина увлажнилась. И я приступаю непосредственно к бритью. Не буду смывать с мылом свой пришейф. Достаточно влажного полотенца. И я приступаю непосредственно к надесению пены на мое лицо. Что меня всегда удивляет в помазках из кабана, это то, как он становится, каким он становится мягким. Любой кабаний помазок после замачивания становится белым и пушистым котенком. Хотя вы прекрасно знаете, те, кто пользуется помазками, что в сухом виде они довольно-таки колкие, колючие. И не вызывают восторга от, допустим, даже проверки на руке. Но сейчас, в данный момент, прекрасный помазок, мягкий, прекрасно справился со своей работой. И я, друзья, приступаю. Итак, предлагаю вам, вернее, предлагаю себе выбрать правую сторону, мою правую сторону. Я буду брить вундербаром, а левую вектором. Итак, по старой своей привычке я начинаю всегда с правой стороны. Вундербар, каин и моя трехдневная щетина. Я не знаю, как у них это получилось. Но, в отличие от персоны Эдисон, сейчас Кай бреет меня приятно. Мягко, приятно. И мне, в принципе, все нравится. Проблемное место. Это я всегда стараюсь здесь более аккуратно бриться. Будем считать, что первый проход вундербаром закончен. И я, друзья мои, приступаю к моей левой стороне и вектор. Интересно. И, скажем так, немножко неожиданно. Хочу еще раз сказать, что те зрители, те друзья, которые смотрят меня давно, знают, что я имею большую любовь к сингалач-санкам. Они мне очень нравятся, как бреют. То есть, изначально, в этой дуэли я склоняюсь все-таки к тому, что вектор будет более комфортный и лучше меня побреет. Посмотрим. Это, я, моиушка. так как это дуэль я не хочу держать вас в неведении до поведения итогов и скажу так если подвести итоги после первого прохода побеждает удар сегодня сейчас он побрил меня намного комфортней хотя как вы видите небольшая кодка все-таки образовалась но я боюсь что это все-таки пришли прыщик я снес и так пока 10 в пользу ландербара и для меня это если честно очень удивительно и так второй проход меня это действительно очень лила друзья ну посмотрим как они поведут себя против роста щетины на втором проходе моей группе телеграм канале в чате группы листья бритвы подобралась как я уже неоднократно говорил довольно такие приятная компания и в последнее время у нас есть тенденция к тому что мы все больше и больше но многие из этой из этого чата переходят пробует синглой штанки я не виду конечно же не просто синглой штанки потому что их бывает много а именно те которые работают с лезвиями артист клап это же тот же вектор и так называемый генерал и есть это ты делает и раньше делали мангусты и еще несколько фирм и те люди которые перехали пришли по проболю синглой штанки вы знаете даже доходит до того что они забрасывают дабыл и штанки перестают им пользоваться они считают это более комфортными более чистое плите и я по большому счету с ними согласен я являюсь действительно большим любителем синглой штанков поэтому я еще раз повторяю что сегодняшний баттл изначально ставка моя была на вектор но повторяю после первого прохода 1 0 пользу он бар и так вектор левая сторона 2 проход против роста щетины хочу сказать немножко слов о векторе сейчас когда я это почувствовал возможно счет того что у меня рука из-за пришеева масляного пришея недостаточно было выбор вымото немножко скользит ручка но ничего такого страшного в этом нет то есть я могу держать его спокойно она никуда не выскользнет но с более хорошей накаткой как вы видите здесь накатки как такой нету но с более хорошей накатки такого я не замечал и так приступаем второй проход вектор и лезвия тежекай только single edge artist club капитан титан не пойму что-то не мешает здесь и это не ворсинка кстати я заметил что в сегодняшнем взбивание пены и сейчас при нанесении пока по крайней мере мой кабан не потерял ни одного волоса что конечно же не может меня не радовать потому что действительно помзор красивого мне нравится и он конечно же может понравиться сильно тем людям которые любят небольшие помазки таких то мое удивление сейчас на достаточно много я все-таки думал что чем больше по вызов тема лучше то есть сразу пухари начинает намыливать но повторю еще раз очень много достаточно много людей которые мужчин которые действительно любят маленькие помазки проблемном месте против роста волос вектор как всегда показал себя самой высокой на стороны абсолютно не залипала бритва абсолютно комфортное бритье не каждый станок довольно редко такое происходит когда станки в этом месте против роста щетины меня бреют комфортно и приятно для меня это показатель и конечно же мне очень нравится векторе то что у него в отличие от почти всех остальных станков голова довольно таки изящная маленькая тонкая насколько я помню такая голова есть еще только у king cobra который сейчас уже не выпускается очень удобно бриться в проблемных местах прекрасно зашло под нос и там меня выбрило и так я приступаю ко второму ко второй стороне и это вундер бар для меня до сих пор это большое удивление things а у вот трубинка на Субтитры сделал DimaTorzok Хочу сказать, что на Вундербаре тоже накатка довольно-таки не такая, как я привык, то есть она тоже скользит. Но, как я повторяю, ничего страшного не произошло. Итак, друзья, второй проход закончен. Давайте я все-таки сейчас уже не буду вам говорить, кто победил на втором проходе, чтобы немножко интригу, скажем так, увеличить. Итак, второй проход закончен, и я приступаю к обрывкам. Они мне нужны как с той, так и с этой стороны. Не переключайтесь. Вообще, данный батл меня попросили два моих зрителя провести. И я, если честно, с большим энтузиазмом воспринял такое предложение, потому что это действительно два на нынешний, на данный момент, это действительно два моих любимых станка. И мне было действительно интересно, какой же из них бреет меня комфортнее, какой чище, ну и все остальные показатели тоже были для меня интересны. Прекрасная пена, друзья мои, прекрасный аромат вкусный. Сама по себе консистенция тоже замечательная. Нет никаких нареканий, как ведет себя на моем лице, как защищает мою кожу. Итак, третий проход, добривки. Давайте я сначала начну с левой стороны добриваться, а потом закончу вундербаром. Хотя вы знаете, что с той, что с другой стороны, ну практически нечего брить. То есть есть небольшие, в небольших местах, здесь на радиусах щетина, но ничего такого. Да, вы, наверное, слышите это, потому как идет бритва по лицу. Где у меня еще осталось щетина, а где ее нет вообще. Некоторые спрашивают, почему я усы не брею вверх. Друзья мои, мои усы имеют такой интересный рост, что они, когда бреются против роста щетины, это действительно боковые движения. Может быть слегка вверх и боковые. Но никак не просто вверх, потому что если я буду делать это просто вверх, я не выпрею свои усы. Ну вы знаете, карта роста волос у каждого, она может быть разная, поэтому... Поэтому такова моя. Итак, последний проход на левом стороне лица закончился. И давайте приступим все-таки к добривкам правого. Что я могу действительно сказать, только это сейчас, чтобы не потерять ригу, я могу сказать, что все-таки вундербар бреет немного громче. Ну, конечно же, за счет, я так думаю, толщины лезвия, и за счет этого происходит более сильная вибрация. Продолжение следует... Итак, мое бритье сегодня закончено. Дуэль подошла к концу. Мне есть, что рассказать. Давайте я сейчас быстро умываюсь и приду к вам для подведения итогов, для нанесения автошива, ну и для того, чтобы закончить сегодняшнюю интригу. Итак, я умылся. Быстрая процедура лунита. Ну, просто, чтобы понять, на каком и свете. Это тоже один из элементов баттла. Мне так легче определить, где и как поблил меня один станок, и где и как поблил меня второй. Я вытер лицо от влаги. Я люблю, чтобы мое лицо было сухое перед нанесением автошива. Итак, Дантон 500. Очень вкусный аромат, вы знаете. Он хоть и созвучен со старой школой, скажем так. То есть, это более, такие, фужерный аромат, да. Но я думаю, что, скорее всего, этот аромат понравится нашим милым дамамам. Прекрасный дозатор, который работает очень хорошо. Еще. Обязательно. Можно легко брать его на свидание. Ну, то есть, наносить его на свидание. Когда собрался к девушке. Сейчас даже я почувствовал цветочные ноты. И это, знаете, что мимоза, действительно, и, возможно, даже сиренья. То есть, это весенние цветы. Очень вкусно. Очень приятно. Я очень люблю, как пахнут эти цветы. И поэтому этот аромат мне нравится все больше и больше. Но об этом позже. Итак, друзья, я приступаю. Мыло Ариана от Иванс. Чококабана. Это мыло для внутреннего плитья. Я еще раз повторяю. Я приезду ночью. У меня сейчас без нескольких минут. Два часа ночи. Но это действительно бодрость. Я все хочу открыть и все чаще и чаще нюхать этот аромат. Это бодрость утреннего. Это бодрость утра. Это замечательный, ярко выраженный кофейный аромат. С небольшими нотами шоколада. И на этом все. То есть, это, можно сказать, моноаромат. То есть, я, хоть и не являюсь большим любителем моноароматов, особенно мне не нравятся ароматы миндального ореха. Челла есть еще у Александра Листопада. Одно было с ярко выраженным ароматом миндального ореха. Хотя, вы знаете, ликер и аморетто мне нравятся. Но как-то они чересчур много, на мой взгляд, добавили туда этой отдушки. Здесь же все замечательно. Ну, во-первых, кофе, это не миндальный орех. Он имеет более для меня вкусный запах. И поэтому и мыло это хочется открывать. И все чаще нюхать, и нюхать, подносить к лицу. И наслаждаться ароматом. Плюс к этому, не забывайте, помимо аромата, у него прекрасная пена. Да, я практически ее использовал, практически всю чашку. Но начнем с того, что чашка-то была небольшая. И, возможно, мыло немножечко просело. То есть, за те 50 минут, оно, конечно же, если честно, стало немного другим по своей консистенции. Но, друзья мои, на лице это ничем и никак не отразилось. Оно прекрасно защитило мое лицо. Оно дало замечательное скольжение. Оно дало бесподобное постскольжение. И нареканий к этому мылу нет абсолютно. Вообще, если честно, в последнее время я люблю пользоваться продукцией от этих артизанов. И они все больше и больше очаровывают меня. У меня есть еще несколько пробников. Есть еще одно мыло, которое я не... Оно не было у меня на обзоре от них. И то, что я попробовал, мне нравится. Мне очень нравится. Ребята делают прекрасную продукцию за вполне нормальные деньги. То есть, можно позволить себе. Банки хватит. Я не могу высчитывать сейчас. И ни в какой степени математик. Тем более, вы знаете, все блогеры, кто занимается съемкой обзоров влажного классического бритья, никогда не экономят мыло, потому что у нас его образуется очень много. Я за время ведения блога, это чуть больше года, уже накупил столько, что я просто не имею никакого права экономить мыло. Я его беру много, любого. И, конечно же, я не могу точно сказать, насколько хватит этой банки. Но то, что во время всего использования данного мыла вы будете получать бомбическое удовольствие, в этом я не сомневаюсь нисколько. Помазок сегодня показал себя с лучшей стороны. Хотя он, в принципе, всегда мне нравился. Единственное, я повторяю, проблема была в том, что он терял волоски. Сегодня этого не произошло. Ни в чаше я не вижу никаких волосков, ни во время бритья я не чувствовал никакого волоса у себя на лице. Было у меня тут какой-то момент, он, кстати, сейчас есть, но, по-моему, мне кажется, это волосы из моих ушей. Они мешают. Ну, возможно, не добрил. Поэтому и помазку пятерка, так как мне действительно нравится, и как он выглядит, и как ведет себя на лице, и как сбивает пену, мне тоже понравилось. И чаша показала себя, ну, как она всегда себя показывает. То есть я нашел дзен с этой чашей, используя небольшие помазки. Она с небольшими помазками работает замечательно. Нет никаких нареканий. Хочу повториться еще раз. И я плавно приступаю к виновникам сегодняшнего торжества, а именно Вундербар и Вектор. Итак, друзья мои, к моему большому удивлению, я действительно этому удивлен, я действительно поражен, но Вундербар на Кае бреет мягче и комфортнее, чем Вектор на Тожеке, только сингл-эч лезвия. Я никогда, вот если бы меня спросили до сегодняшнего обзора, какой лучший, вот так вот, на скидку, без проверки, какой станок более комфортный, более приятный в бритье. Хотя частота одинаковая, поверьте мне. И тот, и другой выбил меня за те мои три прохода одинаково. То есть, это прекрасный БиБиЭс. Нет никаких проблем. Но, Вундербар на Кае, как, в принципе, и на жилете, ни в коем случае не на персоне Эдисон, выбрил меня мягче, приятней, комфортней. Мне было, мне понравилось бриться Вундербаром больше. Друзья мои, поверьте мне, я очень удивлен, потому что вектор, и вообще, Single Edge станки для меня, это одни, не одни, это самые любимые мои станки. Я их очень люблю, мне нравится, как они бреют, и чистота, и комфорт, и так далее. И я ни в коем случае не ожидал, что Разорог, Разорог прекрасные станки делает. Нет никаких проблем. Но Вундербар, это эталон. Их, это вершина их, их мастерства, скажем так. Других слов у меня нет. У меня есть только высокие эпитеты. Замечательная бритва, дорогая, редко выпускается, но она стоит каждого цента из их стоимости. Еще раз хочу повторить, хотелось бы, конечно, коробочку получше для такого интересного станка, но в принципе, я и в коробочке-то его не держу. Все бритвы, которые мне сильно нравятся, стоят у меня здесь за зеркало, у меня здесь. Почти все мои любимые бритвы, и поэтому я могу закрыть на это глаза. Но все-таки получить в подарок мне хотелось бы за 130 долларов, но хоть какую-то, хоть картонную коробку, я уже не говорю о деревянной, здесь, конечно, минус. Но мы на это смотрим. В самую последнюю очередь для нас самое главное, как бреет станок. А станок бреет изумительно, просто сказочно. Не хочу ничего сказать плохого о Викторе, потому что он тоже бреет изумительно, на высоком уровне, вкусно, комфортно, прекрасно, но Вундербар сегодня в дуэли победил. Возможно, единственное у меня может быть сомнение за счет того, что сегодняшние сингл-эч лезвия использовались мной третий или четвертый раз. Возможно, из-за этого. Хотя, я прекрасно знаю, что мои лезвия, сингл-эч лезвия, которые я использую, они на восьмой раз прекрасно бреют. И были у меня случаи, когда после восьмого я просто оставлял их покой, потому что понимал, что они продолжают дальше меня брить, мне то есть комфортно, но мне интересно попробовать другие. И у меня эти сейчас лезвия, которые восемь раз меня брили, где-то лежат там в коробочке, и я даже не знаю, какие из них какие. Потому что для меня я не очень большой любитель бриться долго одним этим же лезвием. Ну, как-то так у меня это происходит. Возможно, из-за этого небольшой дисбаланс есть в бритье. И возможно, если бы я взял новое лезвие, то они бы сравнились, сравнялись, вернее, сравнялись бы по комфорту. Еще раз хочу повторить, комфортным было и бритье с вектором. Но Вундербар мне понравился сегодня больше. Я не знаю, как у них это получилось. Я не знаю, почему многие блогеры, ну, скажем так, немногие, но утверждаю, что это агрессивный станок. Главное подобрать лезвие, и он становится прекрасным, мягким, комфортным, замечательным инструментом для сплевания нашей щетины. Просто виват, виват, розорок. И в конце датом, датом, с меня такой англичанин, как из козла-балерина, скажем так. Итак, датом 500, прекрасный автошейф. Еще раз хочу подчеркнуть, сильно, в аромате, сильно, ярко выраженные, цитрусовые. При нанесении на лицо проступает второй волной цветы, цветы весенние, как я еще повторил. Это мимоза, это сирень, возможно, даже черемуха. Но, знаете, не какой-то один цветочек, а именно букеты, такие большие, как мы знаем, как я в Украине в своей молодости всегда рядом со своим военным городком у нас были кусты сиреней, черемухи, и мы всегда, мы уже когда повзрослели, когда стали интересовать девушке, рвали их большими охапками и дарили своим избранницам. Вот именно такой аромат, такой, можно даже сказать, штин стоит сейчас у меня в ванной комнате, который даже перебил мыло шоколадно-кофейное, или, вернее, кофейно-шоколадное. Аромат очень приятный, и я практически уверен на 100%, что этот аромат понравится моей супруге. Я закончил. Если вам понравилось, я жду от вас лайков. Если не понравилось, не понравилось, я жду от вас дизлайков. Я обязательно жду от вас комментариев, потому что комментарии, по большому счету, это одно из самых важных вещей, которые хотелось бы мне видеть, и хотелось бы от вас получать, скажем так. Мне интересно их читать, мне интересно с вами общаться, мне интересно переписываться. Вы многие пишите интересные вещи для меня, предлагаете новые темы для бритья. Это действительно всегда интересно. Я от чистого сердца это говорю, и повторяю еще раз, я жду от вас комментариев. и не забывайте рассказывать обо мне, потому что я уверен, что кто-то обо мне не знает. Делитесь впечатлениями, возможно, подписчиков прибавится, что дает дополнительную мотивацию для продолжения своего блога. Или, как говорят, сейчас блога. Но мне все-таки больше нравится, когда впереди. Не знаю, почему. А я, друзья, на этом заканчиваю. Мое притёк было мега комфортным, мега приятным. Я в приподнятом настроении, и благодаря этому приподнятому настроению. Хочу и вам всем пожелать такого же настроения, любви, счастья. Не забывайте ни в коем случае о наслаждениях, их побольше. А я на этом прощаюсь с вами. До скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok